Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы вновь продолжаем играть SCP Containment Bridge, потому что тут осталось очень много всего интересного. У нас был небольшой перерыв, связанный с тем, что игра, как вы знаете, довольно кривая, и не просто кривая, она ужасно кривая, и в результате определенных событий она вообще перестала работать, и прежде чем я смог ее заставить после переустановки, это не помогало, и вообще там были большие проблемы. Ну, короче говоря, прежде чем я смог ее заставить вновь работать, прошло некоторое время, но тем не менее, давайте по-новому начинать, будем надеяться, что в этот раз у нас будет настолько же круто и настолько же интересно, как и в предыдущие, потому что в предыдущие разы реально были очень крутыми, поэтому давайте погнали. Наше имя будет, ну, не знаю, сегодня мы будем 777-ми, то есть, везунчиками. Хорошо, и все по-прежнему, все те же, все там же. Мне, кстати, в комментариях накидали кучу разнообразных вариантов по поводу того, что, помните, там СЦП было, то есть, такой аппарат, который выдает напитки любые по запросу, там столько всего, что мне реально стало интересно. Будем надеяться, что во время этой сессии мы его найдем, ну, то есть, не факт, что во время сегодняшней серии и вообще не факт, что скоро, потому что она очень редко выпадает, но я постараюсь его найти. Хорошо, пока продолжаем и начинаем по-новой. Это, кстати, самая новая версия, я установил более новую версию. Что? Уже что-то идет не так? Так, ладно, класс, да, это мое досье, как обычно, говорят, что ты вот такой вот, все, ты наше пушечное мясо и принадлежишь с потрохами нам. Эту бумажку, соответственно, порвем и забудем про нее. Что за звуки вообще? Я ни разу не слышал, чтобы эти звуки были раньше. Господа? А, вот и вы. Здравствуй. Хорошо, я знаю процедуру, как обычно. Мы идем к 173-му, и вы погибаете. Если бы каждый раз, когда я эту визу и получал по баксу, я бы уже стал миллионером. Ребята, вы просто выбрали не ту работу и вышли не в ту смену. Вы бы знали, сколько раз я пытался отсюда убежать. Вы бы ужаснулись. Здравствуй, Билл. Все там же. Все-то тебя не убьют. Ах, парень. Ладно. Давай покеда. Будем надеяться, что в этот раз ты выживешь. Я пошел. Здравствуйте. Парни, моргайте. Сначала один, потом второй. Так, я пожалуй... Так, хорошо, я валю. Спокойно, парень, спокойно. Хорошо. А мы тем временем уходим. Да вы издеваетесь. Дедушка. Дедушка прямо здесь. Наконечно. Побежали все. Ой, нам как обычно везет на эти входы-выходы. Абсолютно бесцельное помещение. Зачем их в таком количестве? Ну, кто-то присоединился к нашему празднику жизни. Я напомню, что помещение в этой игре генерируется случайным образом. То есть, никогда не знают, что тебя ждет. А также, соответственно, и монстры. Хотя некоторые консцены, типа вот этой, они... Я надеюсь, что это было. Они встречаются абсолютно всегда. Так, спокойно. Оно снизу, и сейчас оно будет прямо подо мной. В этот момент будут, наверное, страшные звуки. Я это ожидаю. Так, батареечка. Хорошо. Противогаз. И описание 173-го, да? Ну да. Я даже не знаю, для чего нам могут понадобиться эти батарейки. Так. Карта первого уровня. Уже хорошо. И вниз туда я не думаю, что стоит идти. Возможно, в этой версии, наконец, нам дадут возможность убрать автомат. Я не думаю, честно говоря. Это очень маловероятно. Потому что это реально попортит игру. Смотри, а тут дедушка что-то просто буянил. Буквально в каждой комнате есть следы его пребывания. Кстати говоря, надо... А, я не могу гамму прибавить. То есть, вы на видео. Я уже видео осветляю. И... Вы очень многое видите из того, что не могу увидеть физически я. Потому что игра очень темная. Так, хорошо. Допустим, когда мы были в карманном измерении дедушки. Вы видели там на полу какие-то надписи. Я не видел. Так, туда я не хочу. Что у нас здесь? Здесь у нас опять дедушка буянил. Ты посмотри. Еще один выход, да? Да. На выходы, как обычно, везет. Так, а тут у нас уже выход отсюда. Но чтобы сюда попасть, нам нужна карта. Карта первого уровня же не подойдет. Ну да. Соответственно, дорога у нас одна. Это меня не очень радует. Смотри, кто-то еще жив наверху. Кто-то управляет этой. А может, это искусственный интеллект? Может, он наблюдает за мной? Надо будет все-таки войти с ним в контакт. Так, ладно, сегодня все сравнительно спокойно. Но я уже слышу эту тварь. Хорошо, это же здесь, да? Так, тихо. Вашу мать, вашу мать. Спокойно, закрой дверь. Закрой. Так, тихо. Вышел. Надо было обе двери закрыть. Так, а когда я успел взять навигатор? Ладно, допустим. Я думаю, он сейчас убьет меня. Они умеют открывать двери у нас на спине. Отлично. Все как всегда. Да это же никогда не меняется. Ой, твою мать. Да что ж ты... Как обычно. На ровном месте. Опять, ты посмотри, сколько входов-выходов, перекрытых сегодня гермодверями. Так, 173-й будет там. Именно в карманном измерении деда можно найти коды. От тех дверей, которые... Что-то серьезное происходит. Щелкунчик. 37-й второй. Я уже слышу, что ты прячешься около меня. Ладно, хоть ты безвредный. Так, описание тебя. Это нам тоже не сильно нужно. Хорошо. Хорошо. Бедолага. Господи, где она идет? Кто-нибудь, пожалуйста, помогите. Господи, что это? Что это? Так, хорошо, ладно, допустим. Я уже помаленьку начинаю путаться. Но это у нас машина улучшений. Так, ну что там говорите. Если на супер тонко поставить противогаз, то в нем мы вообще сможем дышать сколько угодно. Да? То есть, и не выдыхаться. Хорошо, давайте попробуем. Двери я не закрываю, потому что по-любому скоро... Скоро придет дедушка. Надо будет куда-то бежать. Так, ну что? Так, ну что? Что еще мы... Рацию мы не прокачивали? Давайте сначала карту прокачаем, потому что дедушка, если придет, нам уже будет совсем не до того. Так, нам нужна умникарта. Я не помню опять. Я уже успел забыть, как это делается. Либо сразу на очень тонко ставить, либо... Так, третий уровень, хорошо. Нет. Так. Еще раз. Просто на тонко. И у нас получится мастер-карт, да? Я все правильно помню? Что? Игровая карта? Да вы издеваетесь. Так, а что если... Такого прикола я еще не видел. И если еще раз... Короче говоря, это либо в обновлениях добавили, либо что, но... очень много сегодня происходит такого, чего раньше не было. Карта второго уровня. Так, ну, как-то... Не знаю, давайте тогда карту второго уровня. Мы попробуем прокачать на очень тонком. Мне нужна омникарта, будем экспериментировать, пока не получится. Самое главное, у нас теперь есть выносливость. То есть мы, если попадем в карманное измерение деда, мы сможем бегать сколько угодно. Вот, омникарта, отлично. Она подойдет куда угодно. Хорошо, теперь навигатор. Навигатор мы поставим... Да, попробуем на... На просто, файн. Ох, сейчас дедушка придет. Ох ты, играюсь я. Ну, в принципе, в принципе, вот тут вот на начальной локации мы уже видели. Так, хорошо. Теперь у нас он действительно работает. Ты посмотри. И кроме того... Нам бы показывалось местоположение СЦПшек, которые находятся рядом. Если бы они были рядом. Хорошо, допустим. Так, что еще нам нужно? Радио, интересно, можно прокачать, нет? Не знаю, правда, для чего, зачем и как. Ну, попробуем. Полезной штукой может оказаться в итоге-то. Так, хорошо. Я, честно говоря, разницы не вижу особой. Хорошо. Ну, в принципе, ладно. Давайте, наверное... Что это было? Давайте двигаться отсюда. Что ж нет-то. Что хотели получить мы сегодня? Получили. Так, опять эти ноты. И я не думаю даже, что нам туда нужно. Но вот мы сходим. Может, опять обновление? И опять что-нибудь прикольное? Затыкайте уши. Это реально кошмар. Ох, опять понесло. Не могу закрыть, к сожалению. Так, что у нас там? Так, давай, давай. Ладно, хорошо, уходим. Что ж мне так мотает-то? В общем и целом, что я хочу сказать. Мы можем двигаться уже в принципе в зону содержания СП повышенной опасности. Но давайте посмотрим, что тут еще есть. Понятно. Здесь у нас очередной выход. И это уже даже не смешно. Что? Меня до сих пор помаленьку накрывает. Так, ладно, GPS. Я не могу сказать, что он дико полезный. Я уже как-то в этой игре приучился сам все запоминать, что здесь есть. Поэтому в легкой обойдусь без него. Он только темнит изображение. Сам, говорю, научился без него. И сразу же заблудился. Куда мне идти? Тут, значит, у нас... Тут у нас что? Понятно, с самого начала. Короче говоря, что с навигатором, что без него все равно умудрюсь заблудиться на ровном месте. Ну да ладно. И что в целом? Я хочу сказать, что очередное обновление дало кучу маленьких, но приятных нововведений. Подожди, я понял. Куда я... А вот все. И в целом, несмотря на то, что игра осталась, по сути, абсолютно той же, но, как вы видите, за то время, что она создается, она все время микроскопическими улучшениями реально меняется. И вот то, что было там полгода-год назад, и то, что сейчас, это две большие разницы. То есть потихоньку, помаленьку человек реально создает игру своей мечты. А мы, соответственно, играем в крайне качественный, ни на что не похожий хоррор. В принципе, давайте на этом заканчивать. Я очень рад, что она снова у меня работает, и будем надеяться, что работать она будет нормально и дальше. На этом прекратим. В следующей серии, которая выйдет, получается, уже в понедельник. В понедельник мы пойдем в зону строгого содержания и посмотрим, что у нас нового там. Ну и, кроме всего прочего, охота маленько разобраться с искусственным интеллектом, с кучей приколов, до которых мы пока не добрались. Ну и, кроме того, я надеюсь, будет страшно, потому что сейчас у нас серия какая-то довольно спокойная такая прошла. Но при этом прикольная. Мне понравилось. Надеюсь, вам тоже. Спасибо, что смотрели. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова